Привет всем, мы продолжаем. Это 10 серия прохождения НЕК. Я вам уже говорил раньше, что я прохожу НЕКа параллельно этой записи. Проходил его на сложном уровне, на высоком уровне сложности. И, в общем-то, вчера я его прошел уже. У меня получилось. И, ну, скажу, что финал, в принципе, мне понравился. Игра мне понравилась в итоге, после полного прохождения. Но я не хочу спойлерить, естественно, не буду ничего рассказывать. Единственное, что хотел сказать. Игра оказалась длинненькой. Я не ожидал, что она будет такая длинненькая. Не знаю почему. Мне казалось, что она будет короткая. Но в итоге она получилась у меня 13,5 часов. И дело даже не в этом. В принципе, 13,5 часов не такое уж большое число для полноценной игры. Но меня больше удивило то, что я играл. И мне в конце казалось, что, ну вот, сейчас уже все. Наверное, уже последняя глава. Потом брык, еще одна глава. И опять ощущение, что, ну, вот это уже, наверное, последняя. И так вот несколько раз. Думал, что глава последняя, она еще, еще, еще новая, новая. Ну, неважно. Это просто так. Мысли вслух. А мы продолжаем наше прохождение. И мы пришли сейчас вот в какую-то строительную территорию. Пески здесь. По ним сложно забираться, зато по ним легко скатываться. Так, еще кристаллы. Три полных. Такие вот у нас роботы-экскаваторы на нас нападают. Зато я надеюсь, может быть, в этом прохождении удастся найти больше секретов. Хотя, кто знает. Там я их нашел много, в принципе. Удалось сделать несколько вот этих вот улучшающих устройств. Но все равно при этом не все я нашел. Может быть, даже одно где-то осталось. Потому что трофея я не получил за все находки. Все сундуки не смог найти. Может быть, получится в этом прохождении. Так, вот эти вот ящички на всякий случай лучше ударять. А то вдруг... Ай, не успел. Не успел. В очередной раз, на самом деле, я удивился, почему эту игру слабо оценили критики. Вполне, по-моему, полноценная, хорошая детская игра. Я смотрел мнение различных журналов и обзорщиков. Какие-то доводы такие странные. Мол, ничего нового. Мол, графика какая-то, где все такое статичное, ничего не шевелится. Ну, блин. Может быть, конечно. Но разве... Разве кто-то говорит, что она должна быть идеальная. Не знаю, невероятно. Новый... Новый геймплей в ней должен быть. В ней и так есть новшества, на мой взгляд. Довольно интересные. К примеру, вот эти кристаллы. Довольно-таки хитро продумано. Я даже не сразу понял эту систему. Но это... Это интересная штука. Когда вы умираете, и кристаллы остаются, вы можете их продолжать накапливать. Это... Это интересная штука. Это такое что-то из... Из хардкорного. И то, что чекпоинты здесь далеко. Приходится... Переигрывать, далеко ходить. Это... Ну, олдскул. В принципе. Раньше все игры были такими. И мы только радовались этому. А сейчас как-то... Как-то так. И... И опять-таки у меня... Все равно есть до сих пор ощущение, что... Может быть, мне так кажется. Но такое ощущение, что на разработчиков, может быть, на самого Марка повлияла игра Dark Souls. Ну, уж как ни крути, да, казалось бы. Ой, блин. Я тут за болтовнёй. И погиб. Казалось бы, как... Как может... Эта игра вообще что-то общее иметь с Dark Souls. Но при этом... Есть такое ощущение. Вот как раз вот эта система чекпоинтов. Мобы, боссы. Что-то в этом всём... Напоминает мне Dark Souls. Хотя бы даже та ситуация, что... Мы проходим... Выявляем тактику противников, да. Как они себя ведут. Где они стоят. И уже первые там разы, может быть, нам сложновато. Ну, например, на высокой сложности. Но потом, зная тактику, уже понимаешь, что и как. И уже можешь пройти в любом случае. Тем более, вот это накопление кристаллов. О, вот оно. Мы собрали. При низком показателе здоровья, реликты можно добавлять из янтаря. Необходима последняя деталь. Так, ну что же. Берём. Открыли ещё одно. Ещё одно устройство. Клёво. Может быть и правда сможем теперь собрать все. Секретики. Надеюсь, там не пропустил сундуков. Где-то, где-то в середине. Теперь с этим устройством, которое помогает нам искать секретов. Должно быть проще. Так, ещё один мостик. Уже в обратную сторону он едет. Вы останетесь здесь, пока всё не решится. Чудесная комната. Лучший вид в замке. Мы были настолько предсказуемы. Именно так, доктор. Сказать честно, мне жаль вас. Вы настолько одарены, но растрачиваете талант на проекты вроде неуправляемого питомца. А у Виктора есть цель. Смотрите и учитесь. Потому что благодаря ему весь мир скоро изменится. Я надеюсь, что комната вам понравилась. Вы не выйдете из неё, пока не образумитесь и не начнёте сотрудничать с Виктором, а не вредить ему. Запомните, кстати, этот момент, когда она ему вернула его амулет. Ай-яй-яй. Упс. Кстати, это устройство нам помогает искать только сундуки вот рядом с этой стеной. Не показывает ничего. Ну, с другой стороны, да. Сундуки. Это важно. А эти штуки мы уже и сами найдём как-нибудь. Вот это опасненькие штуки. Враги. Особенно опасные, когда мы маленького размера. Вот оно. Классно. Дерево. О, да. Вот так вот. Теперь у нас нег деревянный. Можем впитывать в себя. Дерево. Вот это уже другое дело. С одного удара. Это мне нравится. Так, здесь тоже скрытая стена, но, к сожалению, не сундук. Вот сразу жить становится легче. В таком размере, с такой силой, нег разносит всех в пух и прах. Кстати, 15 ударов. Не понял, почему 15. Вроде бы 8 раньше нужно было. Или это просто комбо считается до того момента, пока мы не получим повреждения. Нет, сгорел. А, меня видимо зацепили что ли. Нет, 17 ударов пишут. Не пойму, нужно разбираться с этой системой. Видимо, чем больше ударов, тем больше количество комбо, тем сильнее наши удары становятся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нас подожгли. Нас подожгли. Зато мы можем поджечь дверь. Пока горим. И восполнить немного наше здоровье. Но это аналогично тому, что у нас было со льдом. Только лед у нас таял, а дрова у нас горят. Поэтому у нас есть некоторое время, пока мы горим. Мы сильные. Когда сгорят полностью дрова, мы станем опять малюсенькими. Зато вот из печей мы можем пополнять себе деревянный щит. Ой-ой-ой-ой. Тут я расслабился. И я уже малюсенький. Срочно нужно дрова искать. А то мы догораем. Ну вот, уже совсем мелкий стал. Но зато нам показывают, что где-то да. Вот здесь у нас секретная комнатка. И это у нас деталь расширителя времени. Атаки по врагам без получения урона дадут эффект замедления. Нельзя использовать вместе со счетчиком комбо. Да, там еще потом придется выбирать между устройствами. Не все их можно использовать одновременно. Или одновременно. Так. Мы пополнились дровами, но дрова горящие. Поэтому нужно быть начисленным. А, так вот. По-быстренькому. Так, снова секрет. Этот секрет, кстати, мы можем открыть только при условии, что наш НЕК горит. Потому что эта дверь не выбивается, а только сгорает. Можно только сжечь ее. Так. НЕК может накопить энергию на дополнительный суперудар. Деталь янтарной батареи. Ну, тоже неплохо. Тем более, что ее можно использовать с чем угодно в комбинации. Это хорошо. Снова стали мелким. Надеюсь, где-нибудь дровишки поблизости. Да, вот каминчик есть. Вау. О-о-о-о-о-о. Вот это я как-то не... Не подумал. Так, и почему у нас снова светится все? Мы ведь открыли сундуки. Нет, нам просто показывают, что у нас есть стена. Не разрушенная. Так. Интересно, а можно тут пройти так, чтобы не загореться? Нет. К сожалению, нельзя. Только горение. И причем это не стиральная машина или печь. Для кухни. Горение реальное. Так, ну здесь я даже не знаю зачем. Тоже смысла нет. Сундуки, которые мы открыли, они уже... Уже открыты, и с них взять больше ничего нельзя. Друзья, лучше нужно было не тратить время побежать. Убить вот этого товарища, пока он нам... Хотя мы даже... Даже в нашем мелком виде справимся с ним. Боунс. Так. Янтаря здесь нет. Есть один маленький янтарик. 12 ударов накопили. Так. Назад вернуться уже нельзя. Там вроде бы... Показалась дверь какая-то была или что-то может быть. Хотя счетчик нам ничего не показывал. Так. Снова каминчик есть. Значит, силы у нас появятся. А еще датчик показывает, что где-то неподалеку секрет. Прямо вот здесь. Отлично. Прямо так быстро. Много очень на этом уровне. Сундуков. Но это янтар... Нет, это аметистовый реликт. Собрав 20 штук, мы получим доступ к темному неку. Но 20 штук это очень много. Заодно прохождение нереальное собрать. Так. Давай. Набираем мощь. Теперь нам нужно поджечь вот эту печь, для того, чтобы заработали лифтики. Восемь ударов. Еще один. Одна печь. Вот найти бы четвертый... Четвертый кружок для накопления. У меня на сложном прохождении был. Под конец игры я такой нашел. Очень удобно. Можно четыре кружка накапливать и потом делать четыре атаки. Так. Здесь нам нужно сходить в три разных стороны. И зажечь три печи. Высоко. Вот она главная печь, которую нужно зажечь. Открылась одна шестеренка. Теперь пойдем... Допустим, направо. Не поднимать даже свое оружие. На меня я слишком грозен сейчас для вас. Так. Эта стена не разбивается. Сбили наши комбо-накопители. Ладно. Мы и так справимся. Зараза. Вот это плохо. Нарвались на... Горящую смолу. Или масло. Или что это там у них? Промазал. Не попал по нему. Нет, не становись же ты. Он когда с прыжка, он отскакивает немного назад и становится в эту сполу. Так. Вторая печь зажжена. Вторая шестеренка. Теперь сходим по центру и откроется третья шестеренка. И hiç не стремится. Своей пукалкой. Третья печь. Зажжена. Наконец-то дверь откроется. Отлично. Мы ближе. К замку, где захвачены наши друзья. Так, и новая глава. Давайте на этом остановимся, наверное. И продолжим в следующей серии. Всем спасибо.